9 февраля 2023 года взрыв бытового газа в Хрущевке на линейной 39 унес жизни 15 человек. Еще несколько десятков людей, которые жили в этом доме, серьезно пострадали. Год спустя, с момента той страшной трагедии, прецедент расскажет истории людей, которые 9 февраля прошлого года в буквальном смысле вернулись с того света. Об уголовном деле, которое было возбуждено по факту взрыва бытового газа, о том, как власти помогали и решали проблемы пострадавших людей, и в конце концов о том, каковы перспективы использования земельного участка, на котором когда-то стоял разрушенный дом. Это было у нас обычное утро. Проснулись, умылись, пошли позавтракали. Газа нет, не было, я не чувствовал в квартире. Потом с супругой вышли на личную площадку, и сильный такой, очень сильный запах газа. Ну и в этот момент как раз вот такой сильнейший взрыв. Хватил их к себе, прижал, и мы все, полетели вниз. Утро 9 февраля 2023 года разделило жизнь семьи, как и десятков других людей, проживавших в Хрущевке на линейной, на до и после. В тот день в пятиэтажке произошла детонация бытового газа. Рама улетела вся стальная. И вот в дерево она воткнулась, а там прямо напротив кроссовер стал. Мужику чуть это. Он охренел, он минут 20 назад только машину убрал. А он машину, видишь, плитой придавил. К месту ЧП сразу были направлены спасательные подразделения. Бойцы МЧС принимали все меры для того, чтобы оказать помощь пострадавшим. Меня сотрудник МЧС на себя посадил. И мы по лестнице, то есть я у него на спине спустились. Все, там уже помогли. До скорой дойти. Ну и все, а дальше вот я в скорую помощь, как меня посадили, а дальше ничего не помню. В тот момент супруга нашего героя не знала о его состоянии, поскольку находилась в центре помощи оперативно организованном здании соседней школы. Сходит хлопок, взрыв. То есть на нас все повалилось, все эти там, не знаю, перекрытия бетонные. Вот этот промежуток между, как мы оказались на третьем этаже, я не знаю. То есть как бы муж говорит, что он ко мне меня прижал, и мы куда-то полетели. Я вроде как была без сознания, то есть он меня расшатал. Сын Читы, который также находился в квартире, практически не пострадал. А вот главе семьи потребовалось несколько серьезных операций на травмированной ноге. Плитой придавило, получается, оторвало стопу, как пятку. У меня это все висело на кожице, то есть было все оторвано. Врачи там что смогли, сразу сделали там с костями. То, что осталось у меня, вот эта висящая пятка там, они это все попытались собрать, сшили. Врачам в итоге пришлось собирать ступню по частям, хотя изначально они давали еще более мрачные прогнозы. Ему предложили ампутировать ногу, но мы на это не пошли. Соответственно, мы боролись изо всех сил, чтобы как-то все-таки как-то ее сохранить. Мы еще молодые. Фактически мужчина уже год находится на больничном и с трудом передвигается. При этом никакой реабилитации нашему герою, по его словам, не предоставили. Зато на лечение немалое количество денег собрали неравнодушные и совершенно незнакомые люди. И это только одна из множества драматичных историй, связанных со взрывом на линейной. Всего же жертвами трагедии стали 15 человек. Еще 30 получили различные травмы. Пострадавшим выплатили компенсации. По миллиону родственникам погибших и по 100 с лишним тысяч рублей остальным. Кроме того, порядка 330 миллионов было выделено на приобретение квартир для жителей дома, который получил фатальные повреждения и был в итоге снесен. Правда, по рассказам пострадавших, жилищный вопрос решался не очень оперативно. Нам квартиру дали только, по-моему, в конце октября или в начале ноября. Потому что у нас, во-первых, была муниципальная квартира. Естественно, не те, которые обещали нам, как всегда, на востройках, там и с ремонтом, и со всеми, там, с мебелью и так далее. Маневренного своего фонда выделили такую же абсолютно квартиру. Но благо единственное, что сделали ремонт. Буквально накануне годовщины трагедии, следователи регионального управления СКР завершили работу по уголовному делу по факту взрыва на линейной. В роли обвиняемых выступили так называемые лжегазовики, которые, по версии следствия, накануне ЧП приходили в квартиры жителей дома и совершали некие манипуляции с оборудованием. По версии следствия, 6 февраля 2023 года Ирина Урбах, не являясь работником специализированной организации, представилась контролером общества с ограниченной ответственностью Межрегионгазсервис и, предъявив поддельное удостоверение, обратилась к хозяйке одной из квартир жилого дома в городе Новосибирске, расположенном по улице Линейная, сообщив, что в квартире необходимо произвести замену гибкой подводки газового оборудования. Получив такое согласие, Ирина Урбах пригласила Евгения Ковуна, которая представилась ослесарем организации и произвела замену гибкой подводки газового оборудования без проверки герметичности соединений. Около 7 часов 30 минут 9 февраля 2023 года в помещении кухни квартиры произошла утечка газа, в результате воспламенения которого произошел взрыв, что повлекло обрушение несущих конструкций дома, а также возникновение пожара. Мужчину и женщину в итоге арестовали по горячим следам и отменили статью 238 Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое повлекло по неосторожности гибель более двух лиц. Процесс над Ириной Урбах и Евгением Ковуном стартует 7 февраля. Что же касается земельного участка на Линейной, на котором располагался разрушенный взрывом газа дом, то в мэрии Новосибирска по-прежнему не приняли решение, как он будет использоваться. Хотя сразу после страшного ЧП велись разговоры о создании там мемориала. Пережившие трагедию люди полагают, что этот вариант был бы наиболее правильным. Должен быть, конечно, какой, я считаю, что ли парк, сквер, мемориал, может быть, какой-то посвящен, потому что, ну, это же не каждый день происходит, это не один человек погиб, а погибло очень много, это мы, опять же, знаем по официальной статистике, а в нашем подъезде погибло очень много людей, то есть, как бы, поэтому, естественно, мы большую часть времени общались с этими людьми, знали их, естественно, это очень было тяжело, что многие те, с которыми ты вот буквально вчера общался, не стало в одну секунду.